здравствуйте друзья вопрос михаил здравствуйте расскажите пожалуйста как вы относитесь к обама кир ведь иногда вы говорите что теперь бедные хоть как-то защищены и это хорошо а иногда что это подрывает всю систему здравоохранения так каково же ваше общее мнение поговорим ну что же друзья обама кир значит мы не можем про обама кир сказать вообще ничего если мы не посмотрим на систему здравоохранения в целом обама кир это как бы один из способов решения вопроса значит история вот чем было время когда не было никакой государственной системы здравоохранения и все так было частенько и были врачи там поликлиники все что положено было люди сами платили были страховки там какие то тоже тоже все это было но в 50-е годы в стране были чудовищные налоги прогрессивная шкала так здорово прогрессировала знаете как говорили советский прогрессивный паралич самый прогрессивный паралич в мире так вот значит американская прогрессивная шкала налогов была самой прогрессивной в мире доходила до 90 процентов я не хочу сказать что на весь доход но вот начиная с какой-то суммы доходило до 90 процентов компании ставили себе задавали себе вопрос они говорили ну хорошо но вот как стимулировать работников да не отдавая 90 процентов денег неизвестно куда все-таки чтобы они работнику попадали и компании стали придумывать всякие вот бенефиты в частности страховка от предприятий раньше не было страховки от предприятий каждый человек сам себе решал этот вопрос они стали покупать страховки и не платить с этого естественно подоходный налог государство на это посмотрела и сказала знаете что пацаны сказала она вы давайте так значит чтобы не было разделения на белую кость и черную если вы делаете такой бенефит пожалуйста но тогда делайте уже на всех сотрудников и компании почесав репу сказали давайте действительно будем делать на всех сотрудников то есть в этом что то есть и система здраво вот страхования медицинского стала развиваться вот в эту сторону и получается что в некотором смысле мне это напоминает советский союз вот вы работаете там на каком-то заводе там большом хорошем да и у них своя программа по строительству жилья у них своя поликлиника у них свой санаторий там у черного моря там еще что-то а работаешь ты допустим школе учителем и у тебя уже ничего нет или работаешь там в маленьком каком-то предприятии тоже ничего нет и пошло и поехало и вот значит система здравоохранения или скажем доступ к системе здравоохранения стал зависеть от того где ты работаешь кроме того во времена я так припоминаю что это было во времена никсона что ли может быть даже не рейгана еще во времена никсона по-моему сделали начали вводить коммерческую систему здравоохранения до этого она не была такой коммерциализированной и пошли из и стали цены расти и вообще бы то что мы сегодня имеем это результат достаточно длительного развития значит соответственно поскольку общество то в целом развита и социальных программ много и как бы вообще социальные вопросы не стоят на последнем месте все время стоял вопрос но как то мы должны эту систему здравоохранения переделать получше плюс к тому что за счет вот этой вот всей коммерциализации значит что стало происходить она все дорожает 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 и вот мы со светланы как работодатели вот мы можем сказать что на наших глазах очень сильно да вот света может там может быть цифры какие-то назвать как дорожала стоимость медицинской страховки при том что я не могу сказать что качество здравоохранения вот как бы с потребительской стороны как-то улучшенный свет вот ему сказать что за 25 лет стало лучше медицина такая же точно может быть конечно стали делать какие-то операции которых раньше не делали я не знаю но вот нельзя сказать что принципиально ничего не изменилось появились лекарства новые может технологии какие-то ну да ну не то чтобы там в пять раз вот лучше стало чтобы теперь в пять раз дороже так вот вопрос такой стоял очень очень давно и на нашей памяти уже мы были в соединенных штатах в девяносто каком-то втором году были выборы когда президентом стал билл клинтон и а до этого был папа буш значит и вот билл клинтон у него одной из таких наиболее существенных частей сказать его программы было вот реформировать систему здравоохранения и у него абсолютно полный был расклад на руках то есть он был президент демократ у него обе палаты в конгрессе значит были с демократическим большинством и сенат и палата представителей ну то есть лучшего периода лучшего расклада вообще быть не может и дальше он совершает тактическую ошибку он поручает своей жене которую никто не выбирал которая не была никогда каким-то политическим деятелем я не знаю это вот сейчас она там уже конечно совсем другой делал но в то время она вообще была никто и вот он ей поручает значит эту самую систему здравоохранения и в условиях когда большинство всюду она умудряется пересориться заносчивая и вот она пересорилась с демократами же и не смогла провести эту реформу при том что вроде все для этого было господи да ну в общем семейка такая среди демократов было масса совершенно замечательных потрясающих авторитетных людей которые бы эту реформу провели бы на раз со свистом вообще мы бы сейчас жили в другой стране в этом смысле но не вышло я к чему это рассказываю потому что проблема давно стояла как сделать так чтобы здравоохранение было ну каким-то таким социальным общедоступным там и так далее при сохранении его качества но безусловно может быть и улучшение качества но тут как бы есть существенное противоречие которое встроено в систему дело в том что ничто идущее от государства в принципе не может быть эффективным бюрократия по определению не эффективно то есть частное здравоохранение с частным страхованием и так далее так далее гораздо лучше чем допустим эффективнее чем государственный также как частные школы эффективней чем государственные частные системы там я не или на почтовые доставки посылок или писем намного эффективнее, чем, допустим, государственные. Но вот жизнь такая. Поэтому сходятся вот в этом месте принципиальные различия в позиции республиканцев и демократов, потому что демократы хотят больше government, а республиканцы говорят, чем меньше government, тем лучше и так далее. Но дальше мы, как ко всему этому понятному, так сказать, противоречию, мы получаем эдакого уродца, который называется Обама-Керн. Значит, почему уродца? Потому что, знаете, как вот бывает, вот не задалось, вот с первого шага не задалось. То есть, когда избрали Обаму президентом, он, значит, вот набросился на это самое здравоохранение. И ты хоть объясни, в чем суть обама-Кера. Подождем, мы сейчас дойдем. Мы сейчас дойдем до сути Обама-Кера. Но смысл в общем. Значит, не задалось в том плане, что расклад в Конгрессе США был пограничным. Пограничным. И там еще приключилась такая история, что умер сенатор Тед Кеннеди, такой яркий, видный демократ, очень авторитетный человек. И вот он умер. И, значит, что произошло, что не хватает одного демократа-то, да? Как бы голосов меньше стало. И вот этот голос, он был очень существенным. И там получилась такая история, что голосование по законопроекту, который, во-первых, он там был тысяча с лишним страниц. Естественно, никто там прочитать не успел. Все-таки это такая вещь, которую должны обе партии решать, я не хочу сказать единогласно, но все-таки в сотрудничестве в некотором. Потому что это национального масштаба задача. И нужно было обсуждать, нужно было... Ну, знаете, как всякое обсуждение приводит к тому, что недостатки устраняют. Значит, и тут Обама в спешке. Значит, они кричат, сначала принимаем, потом будем обсуждать. Но так получилось, что они приняли, не читая, вообще не читая, вот так вот бах и приняли. Большинством раздавили, не обсуждая. А дальше, значит, умирает этот самый Кеннеди. И получается, что обсуждать они уже не могут, потому что нет у них вот того большинства, которое было. И, значит, в согласительную комиссию, значит, там уже они не могут отправлять и все дела. Там сложная комбинация. Но дело в том, что кончилось тем, что так его и взяли. Вот как есть. Вот этот вот под будущее обсуждение проектик сырой никакой, значит, он так и стал законом. Вот потому что вот так они сразу делали. Это сильно напрягло и обидело республиканцев. Потому что так не делает. Это, ну, просто скотство какое-то. Настоящее, вот просто изнасиловали. Я хочу сказать в оправдание, не то что в оправдание, но как бы для баланса. Я хочу сказать, что когда в 60, боюсь соврать, в 6 где-то году принимали то, что сегодня называется медикер, то есть бесплатное или это близко к бесплатному медицинское страхование для пожилых людей, тоже республиканцы были категорически против. Это как бы тоже, это government, это какие-то entitlements, это, вот, это как бы противоречит философия республиканская. Но демократы провели это путем таких хитрых уловок. У них не было достаточно большинства, чтобы это нормально принять. И они это протащили, тоже вот так, можно сказать, мерзопакостно, но протащили. И сегодня это как бы часть жизни. Попробуй сегодня слово сказать против медикер, тебя зароют. Вот, то есть может быть, может быть, это вот реформа здравоохранения, значит, может быть, она тоже вот через 20 или 30 лет, или через 50, люди скажут, вы что, с ума сошли, что ли? Мы не знаем. Но что мы знаем, что... Давай, Светик, в чем Обамакер? Значит, Обамакер состоит вот в чем. Изначально идея была, состояла в том, чтобы сделать застрахованным любого человека. Причем сегодня уже, вот там уже третий год идет, как она внедряется. Больше. Или больше. Значит, вот сейчас нам присылают бумажки из наших страховых компаний. и пишет, что вот эту бумажку нужно приложить к такс-ретерну, чтобы доказать, что мы, да, имеем страховку. То есть сегодня... Иначе нас оштрафуют. Иначе, если человек не имеет страховки, то он заплатит штраф. Значит, что это значит? Человек обязан быть застрахованным. А если у него нет достаточно денег, значит, тут вот вступает этот Обамакер, который говорит, что если у человека там доход меньше чего-то, то государство ему будет давать субсидированные страховые полисы, которыми он может пользоваться для своего лечения. Но тут вопрос возникает вот какой. Дело в том, что не все страховки попадают под это Обамакер. Они выбрали какое-то количество страховых компаний, заключили с ними договора. Ну и, скажем так, это не самые крутые, не самые хорошие страховые компании. Те, которые привыкли жировать сами, они не подписываются под это Обамакер. Получается так, что если ты бедный, то тебе дают страховку такой похуже, на самом деле. Похуже в том, что врачи не берут. Да, а врачи не хотят их брать. И получается, что ты, допустим, там живешь в каком-то городе, а у тебя на весь этот город один единственный врач, который эту страховку берет. Ну и, соответственно, там, поскольку бедных людей-то много, да, то там, соответственно, будет и очередь, и не закварчивание попадешь. Светик, можно я про бедность уточню? Значит, все-таки бедные получают страховку бесплатно. Ты начала с того, что... Нет, они не бесплатно. Ну-ну-ну-ну. Давай так. Они не бесплатно получают. Давай я скажу. Ты начала с того, что если человек бедный, то ему частично субсидировано. А я тебе говорю, что есть люди еще более бедные. Которые просто бесплатные. Поэтому у нас 15% населения там на вэлфере сидят. И они получают... Ну, не на вэлфере, я утрирую. Они бедные. Они бедные, им... У них бесплатная страховка. Еще 15% населения это пенсионеры. У них страховка, ну, медикер, то есть, можно сказать, тоже бесплатная. Плюс у нас еще дикое количество сотрудников госучреждений, у которых страховка на всю семью бесплатная там и так далее, и так далее. Половина населения застрахована государством. Да. Ну, подожди, ну, да, да. Но, но, все-таки, значит, дальше есть люди, которые бедные, но зарабатывающие что-то. И вот им субсидируют. Да, но вопрос не в этом. Вопрос вот в чем. Что когда, значит, в ситуацию, которая была раньше, до Обамакер, да, ведь в здравоохранении откуда берутся деньги у этих страховых компаний, значит. Те люди, которые имеют эту страховку, они туда вносят деньги, да, а потом лечатся все, кто застрахован. Если мы говорим сейчас, что давайте застрахуем абсолютно всех, да. То денег больше будет. То денег будет больше, да. Да, но раньше те люди, которые не застрахованы были, это в основном была молодежь. То есть пожилые люди были так застрахованы, потому что они понимают, что у них какие-то проблемы. В основном была молодежь. И раньше для молодежи страховка была очень дешевая. Ну, то есть такая дешевая, я помню, что, например, там молодой человек, там, ну, 30 долларов в месяц, вообще ничто. А сегодня, когда обязаны быть застрахованы все, и молодежь тоже, а расходы теперь распределяются на всех. И на молодежь тоже. И на молодежь тоже. И молодежь должна платить очень большие деньги за эту страховку. Больше, чем раньше. Если у нее соответствующий доход, то что, если она попадает под обама керта, тогда она платит либо часть, либо совсем ничего не платит. Но если работающие молодые, например, профессионалы, работающие там в гугле, в фейсбуке и так далее, у которых хорошая зарплата, у них страховка резко выросла в цене. Что касается нас, да, а мы уже как бы по другую сторону вот этой баррикады, то мы как бы ничего и не потеряли. То есть у нас какая была страховка в цене, такая она... Не, мы даже выиграли за счет того, что теперь молодые платят, и пожилых меньше берут. Но вот это вот дальше, вот это перераспределение цены, стоимости этого страхового полиса, оно произошло именно в связи с этим обама керта. Причем оно сказалось в первую очередь на людях, которые сами себе покупают страховку, которые не имеют права на обама кер. И второе, что те, которые бедные, да, им вроде бы формально страховку дали, но она, в общем-то, не самая лучшая. Ну, может быть, они как бы раньше вообще никакой не было, да, теперь хоть какая-то есть. Ну, вот такая вот история, вот это то, что в чем смысл этого обама кера. Да, ну, в общем, идея в чем, что если бы они сделали систему здравоохранения такую же, как во Франции, в Великобритании, понимаешь? То есть там тоже достаточно... Давай я тебя поверну камеру. Там тоже такая социальная система медицинского страхования в Германии. Они эффективные, они хорошие. Но даже та же Канада, которую критикуют, что вот там в очереди постоишь, там и так далее. Но в целом в Канаде хорошая система здравоохранения. Понимаете, грех жаловаться. Поэтому они не сделали такую систему здравоохранения, какая есть в развитых капиталистических странах. Они сделали хрен знает что. Да. Они, да, вот это то же самое. И недовольны все, недовольны абсолютно все. Больше того, они говорили, что... Обама говорил, что та страховка, которая у вас есть, та система, что у вас есть, если вы хотите ее иметь дальше, вас никто не тронет. Имейте на здоровье. Мы хотим вот те 15% покрыть. На самом деле они разрушили то, что было у людей. Люди стали платить намного больше. Люди стали платить намного больше. Стали массово терять страховки. То есть такое началось, при том, что обещали это ведь совсем по-другому. Он фактически... И я не думаю, что он такой идиот, что он не понимал. Они просто обманули дикое количество людей непонятно ради чего. Ну, они сначала обманули там свои вот эти вот демократы-республиканцев, да? Они сначала обманули... Там, а потом обманули всех остальных. Подождите, что такое демократы обманули республиканцев? Они народ обманули. Республиканцы точно так же представляют народ, как и они. Да. Значит, они сначала обманули по процедуре голосования. Да. Потом, да, мало того, эти люди... Вот чем политик отличается от политикана, в частности? Тем, что политик принимает на себя ответственность за то, что он делает. Чтобы Обама хоть раз сказал, я ошибся, я был неправ, что-то такое произошло. Никогда! Нет, ну что произойдет дальше? Ну, постой! Но если бы они сказали, там была ошибка, давайте мы сделаем и так далее, этого нет. Соответственно, нет решения никакого. Нет, ну что произойдет дальше, да? Когда все устаканится, когда люди забудут, что они платили, например, гораздо меньше, да? И же все привыкнут к этим рейтам. И все такое прочее. Потихонечку. Рейты будут высокие. Компаниям иншурансным будет выгодно вступать в этот Обама Керр и будут предлагать больше сервисов. Наверное, это все со временем как-то сглазится и приобретет какие-то более разумные формы, чем в самом начале, когда вообще никто не знал, куда бежать. Совершенно очевидно, что до тех пор, пока Обама у нас президент, ничего не изменится. Это абсолютно политические, не просто бездари, это абсолютно безответственные политические люди. Они не признают ошибок, они не пытаются их исправить, они лгут тебе в глаза. И, как бы сказать, я не знаю, что должно произойти. Самое страшное в этом во всем, то, что республиканцы, которые критикуют и топчут ногами, и кричат в истерике, и слюна у них летит, у них тоже нет никакой альтернативы. Если бы сегодня 90% Конгресса, обе палаты и президенты, было бы у республиканцев, у них тоже сегодня нет иммиграционной реформы, у них нет реформы здравоохранения, у них нет вообще ничего. Точно так же, как и у этих. Так, теперь один момент, я хочу изменить, у тебя такая яркая речь, такая полная эмоций. Я хочу, чтобы немножечко это дело сгладить, да. Дело в том, что от нас, как от рядовых жителей, ничего не зависит. И поэтому, сколько бы мы с пеной у рта не кричали, мы все равно ничего не изменим. Поэтому есть такой анекдот, да, если тебя насилуют, то ты расслабься и получай удовольствие. Так вот, я хочу сказать, что наше отношение должно быть к этому нейтральным абсолютно. Оно есть то, что оно есть, мы не можем изменить ничего. Не можем. Вот, поэтому не надо с пеной у рта кричать, мы ничего хорошего этим не накричим. Я что, с пеной у рта? В общем, да, да, так эмоционально. Вот, поэтому оно есть, как оно есть, ребята. Если кому не нравится, ну, значит, вам не нравится. А мы живем и пользуемся, потому что изменить ничего не можем. Нет, нет, ну, дело не в этом. Мы почему не это самое, не сильно переживаем? Потому что мы в состоянии взять на себя. То есть у нас есть достаточно ресурсов, чтобы отвечать, как бы, за свое здравоохранение, за свой доступ к этому тому и так далее. Нам, конечно, не нравится, что в стране идет ухудшение чего-то. Или, скажем так, ухудшение идет, естественным образом, но, например, меры не принимаются. Или принимаются полы меры. Или вместо того, чтобы брать на себя ответственность власти... Не говори, что тебе это не нравится. Подождите, Света, это в целом... Давай я закончу мысль. Значит, что мы все-таки, как люди небезразличные к стране и так далее, значит, мы говорим, жалко, что вот эти вот политики не в состоянии решить ни одного вопроса. Вот есть назревшие вопросы, Света. Вот, например, есть там вопрос квота на H1B. Ну что вам, ё-моё, ну сделали бы 200 тысяч и все. Что за проблема такая? Я не знаю, что у них там проблемы. Конституционировка, которая произошла из-за того, что две партии не в состоянии, не то что договориться, они не в состоянии разговаривать друг с другом. И не хотят разговаривать. И вот что-то такое произошло, я не знаю. Потому что раньше так не было. И вот какой-то вот такой... Я бы сказал, что это кризис политической системы. Может быть, существование Советского Союза, вот это вот противостояние, держало их как-то больше, ближе к друг другу, я не знаю. В общем, мы на тему о здравоохранении поговорили, глобальные проблемы затронули. Да, и расслабились. И расслабились. Счастливо.